Семьи Нуринского района, пострадавшие от наводнения, получили новые дома. Цена подготовки машины к зимнему периоду заметно отличается от прошлого года. Руководство футбольного клуба «Шахтер» подтвердило информацию о задолженности перед игроками. Курс иностранной валюты бьет казахстанские рекорды. Стоимость доллара поднялась выше 300 тенге. Вместе с этим растут и цены на важные продукты питания. Социальный хлеб подорожал сразу на 5 тенге. Если вчера магазины закупали главный продукт по 47, то уже сегодня его привозят по 52 тенге. В ближайшее время руководство Национального банка Казахстана выступит перед народом, разъяснив резонансную ситуацию. Напомним, в сентябре цена на хлеб без причины возросла на 2-5 тенге. Тогда же начальник отдела сельского хозяйства заверял, что запас социальной муки есть. Цена до Нового года подниматься не будет. Однако и в этот раз обещания властей не подтвердились. Вы, наверное, слышите интервью, выяснили все сельского хозяйства, что до конца года не ожидается повышение хлеба. Всем не надо. Тем временем на прилавках магазинов хлеб дорожает на глазах. Цена социально значимого продукта возросла сразу на 5 тенге. Предприниматели стараются держать прежнюю цену, иначе, говорят, спрос на продукт упадет. В воскресенье нам привезли по 52, но мы также держим 55. Люди возмущаются, конечно, но мы не поднимаем. Также держим. Однако поставщики пока предлагают помолчать. Мы хлеб сами не выпекаем. У нас есть корпорация, которая выпекает сельпром, который нам его поставляет, а мы только торгуем. Карагандинцы в шоке. Жители боятся, будет ли цена на хлеб подниматься дальше. Диана Ромазанова, Жаслона Макулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Чиновники всерьез обеспокоены за безопасность жителей Карагандинской области. В связи с накалившейся ситуацией глава области провел совещание, рассмотрев вопросы эксплуатации объектов газоснабжения, применения сильнодействующих ядовитых веществ на химически опасных объектах, и решил главный вопрос, как оповестить население при возникновении чрезвычайных ситуаций. Акимы районов говорили о проблемах, требующих немедленного решения. Судя по отчетам докладчиков, угроза действительно есть. Первый вопрос заключался в использовании химически опасных материалов в производстве. Выяснил, что статистика вовсе не утешительна. В производственном процессе объектов используется хлор в объеме более 88 тонн, аммиак более 80 тонн и сернистый ангидрид 32 тонны. В соответствии с расчетами, зона возможного химического заражения составит более 320 квадратных километров. Количество населения, попадающего в зону возможного заражения, может превысить 350 тысяч человек, а также 3 тысячи рабочих и служащих могут оказаться в зоне химического заражения. Вопросами второго уровня являются проблемы использования баллонового газа. По статистике областного департамента ПОЧС, Сейчас в прошлом году по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газа произошло 20 пожаров, из них 10 в жилом секторе. С января по ноябрь месяца текущего года по этой же причине произошло около 15 пожаров. Кроме того, затронули вопрос о нефункционирующих газораспределительных установках, которые расположены во дворах многоэтажных жилых домов. Оборудование частично демонтировано и нарушена конструкция ограждений сосудов. Также не проведена система дегазации. В текущем году по городу Караганди при проведении благоустроительных работ по благоустройству дворовых территорий демонтировано 9 газораспределительных установок. Из оставшихся 189 ГРУ на 70 газораспределительных установках возможно восстановление, а 119 установок подлежат демонтажу. На 2016 год запланирован демонтаж 18 установок. Между тем, система оповещения населения при чрезвычайных ситуациях охватывает 8 городов и 9 районов области, говорят чиновники. Кроме того, власти продолжают приобретать недостающие оборудования. К слову, сигналы опасности до сельских населений осуществляются через средства массовой информации. В заключение собрания глава региона дал строгое поручение принять меры по недоспущению возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Асель Сазымбаева, Лжас Габаса, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Химическое заражение очистных сооружений произошло на складе Караганды-Су. Две тонны хлора чуть было не попало в воздух. Однако сотрудникам водоподающей организации спасателям удалось ликвидировать последствия аварии в считанные секунды. Также отдельная группа занималась поисками пропавших людей. Эти мероприятия были проведены в рамках республиканского командно-штабного учения КИС-2015. На складе хлора произошел выброс хлора. Спецгруппе химически опасного объекта срочно припит на склад хлора. Выброс в атмосферу токсичного хлора произошел из-за повреждения двух контейнеров на складе Караганды-Су. Ядовитую пыль тут же облили водой, чтобы испарения не распространились в воздухе. Ведь большое количество хлора во взаимодействии с атмосферными условиями может привести к раку щитовидной железы, а также к разрушению иммунной системы. Один контейнер одели в бандаж, второй опустили в саркофаг. Но это все прошло столько? Пять минут. Сколько человек было задействовано? Шесть человек. Газоспасателей. Сотрудники водоподающей организации в противогазах и специальной форме обезвредили зараженные участки и устранили причину аварии. В ликвидации приняли участие пожарные машины и служба медицинской помощи. Были спасены отравившиеся работники. Все это происходило оперативно. За действиями наблюдал заместитель Акима области Андрей Ляпунов. Мы видели, как проходит тактика специальной учения. Они прошли на очень, считаю, хорошем уровне. Все было быстро и гармонично сделано. Далее чиновники осмотрели машины и спецтехнику, которые были задействованы в учениях. Спасатели и сотрудники разных служб отчитались о полной готовности. Команда поиска и спасения людей приступила к боевой задаче. Им сообщили координаты пропавших и приказали немедленно доставить пострадавших. Тактика спасательного учения КАС-2015 продолжится два дня. В них будут задействованы более 7 тысяч человек из 650 подразделений различных служб и около полутора тысяч единиц техники. Аймам Рино Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. С рабочим визитом первый заместитель Акима области посетил Приозерск. Со специалистами Аслбек Десибаев осмотрел предприятие по выпуску свинца из свинцового концентрата. Производство в текущем году увеличило выпуск продукции с 20 тысяч до 5-10 тысяч тонн. Выход проекта на запланированную мощность произойдет в 2016 году. Будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест. Более подробно о развитии Балхаша расскажет наш корреспондент. Аслбек Десибаев посетил предприятие Ертай, специализирующееся на производстве свинцовых и свинцово-содержащих концентратов. Модернизация этого производства в ближайшее время позволит увеличить объем переработки руды до 420 тысяч тонн в год. Кроме того, первый заместитель Акима области осмотрел состояние строительных конструкций. В нескольких домах я ознакомился с ходом работ по их восстановлению. Аслбек Десибаев также посетил лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш». На сегодняшний день в этом лечебном учреждении работают многие оздоровительные кабинеты, которые оборудованы последними техническими новинками. А на Балхашиде единственное такое. В городе Балхаш есть казахмысовский профилактик. Ну, во-первых, там уже старый, оборудование старое. И потом экология там ужасная. Я сам, мы сами Балхашиде есть. Сейчас вот центральная ветка же, Салматы. В завершении поездки Аслбек Десибаев провел совещание, на котором рассмотрел вопрос об итогах социально-экономического развития города Балхаш за 9 месяцев текущего года. На совещании также были рассмотрены вопросы исполнения бюджета на 2015 год и формирования дополнительных средств на 2016 и 2018 годы. Был дан ряд конкретных поручений. Гульза Ацахова, Александр Царякидзе, 1-й Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан «Серебро» предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год. Корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. Жители Нуринского района, пострадавшие от наводнения, получили новые дома. Ключи от домов выдали четырем семьям. Строительство велось в селах Кертендета, Суатку-Бетей, Майоровка и в селе Щербаковском Нуринского района. Как живут новоселы, узнавала Лариса Хусаинова. Новые дома возводили четыре подрядные организации. За ходом строительства велся контроль со стороны закрепленных руководителей областных управлений и районных отделов. Жители, получившие новые дома, живут в них уже почти два месяца. И до сих пор говорят слова благодарности за оказанную помощь и своевременное предоставление жилья. Дом, в котором я жил раньше, и так был в плохом состоянии. А когда пришла вода, он развалился, упала крыша дома. Все постройки тоже разрушились. Большое спасибо государству за то, что не оставили нас без крова. За два-три месяца мы получили новые дома. После стихийного бедствия всем пострадавшим гражданам возмещен ущерб имущества на сумму более 19 миллионов тенге. Из них около 18 миллионов из резерва Акимата Карагандинской области. Дом построили хорошо, использовали качественный материал. Это сразу заметно. Когда мы получили новое жилье, нашей радости не было предела. Мы благодарим государство и, конечно, строителей за наш дом. Вследствие стихийного бедствия в Нуринском районе пострадали 77 домов. Из них экспертные комиссии были признаны аварийными 27 домов. В поселке все восстановили и построили новое жилье для сельчан. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь их новые дома лучше старых. Лариса Хусынова, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Автомобиль нынче дорого обходится карагандинцам. Цена подготовки машины к зимнему периоду заметно отличается от прошлого. Технические услуги, ремонт, бензин влетают в копеечку автомобилистам Караганды. Более подробно в репортаже Амины Смаковой. Иметь автомобиль на сегодняшний день – дорогое удовольствие. Шиномонтаж, мойка машины, налоги – все это обходится недешево. В этом году из-за скачка курса доллара цены возросли. Карагандинец Амирхан Сулейманов почувствовал значительную разницу между прошлым годом и этим. Если в 2014 году молодой человек подготовил свою машину к зиме за 10 тысяч тенге, то в этом году он потратил 15 тысяч. Конечно, начинает бить по карману. Процентов на 30 увеличилось. То есть топливо, все смазочные вещества, расходные материалы, дворники. Ну, единственное, что мне не пришлось покупать резину. Наверное, в этом году резина бы стоила гораздо и гораздо дороже. По словам карагандинца, не чувствуется сильная разница по цене бензина. Она составила лишь тысячу тенге. У Амирхана уходит 7 тысяч тенге в неделю за полный бак. В прошлом году он отдавал на тысячу тенге меньше. Цены подорожали на бензин, естественно, так как и все остальное. Но подорожали, слава богу, не очень сильно. Если были бы цены, как в Европе, по 5-6 долларов за литр, ну, я не знаю, все бы пересели на велосипеды. Если коврики для салона в прошлом году стоили 6 тысяч, то в этом году цена превысила в два раза. Мойка автомобиля стоит около 3 тысяч тенге. Учитывая сегодняшнюю погоду, мыть свои машины приходится часто. Карагандинские автомобилисты опасаются, что из-за ежедневного скачка курса доллара к Новому году цены на техуслуги возрастут еще больше. Амин Асмакова, Жаслан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Руководство футбольного клуба «Шахтер» подтвердило информацию о задолженности перед игроками. Однако суммы преувеличены, оправдываются они. Со слов директора клуба Сергея Егорова, общий долг не больше 250 миллионов тенге. Также он опроверг информацию о 900 миллионах, которые они якобы попросили из областного бюджета. Директор клуба рассказал также и о других задолженностях своей организации. Но все в целом не дотягивает до 700 миллионов, которые обозначили игроки в обращении к главе региона. Отметим, что официально это обращение появилось в первую очередь в интернете. Лишь потом его отправили в областной Акимат и руководители управления спорта региона Натальи Сухоруковой. Сейчас, со слов директора клуба, с игроками провели беседу. Им объяснили ситуацию и пообещали выплатить зарплату до завершения срока их контрактов. Ведь у 80% членов команды они вот-вот закончатся. А о причине финансовых трудностей директор предпочел умолчать, сказав лишь, что сейчас ведутся переговоры с Акимом области. Сумма бюджетной заявки рассматривается. Также руководство клуба ищет поддержки и у местных предпринимателей. Но пока безрезультатно. Тренировки футболистов продолжаются. Соместно с руководством будем принимать решение структуризации этих блоков. Сроки под это обозначены. В общем, с футболистами мы уже договорились о том, что обозначили даже даты выплат. Чтобы поднять статус государственного языка, нужно сформировать обучающую среду. Об этом сегодня заявил Дос Кошимов при встрече с преподавателями нашего города. Встреча проходила в диалоговой форме. Также были затронуты многие проблемы, касающиеся государственного языка. Республиканский проект по развитию государственного языка подготовили политологи для русской аудитории. Он предназначается, чтобы поднять статус государственного языка. Подобные встречи проводятся не впервые в Казахстане. Встречи, брифинги и круглые столы на тему будущей страны в казахском языке будут проводиться со 2 по 6 ноября. У нас правовая основа языковой политики есть. Есть программа 10-20. Есть закон по языке, хоть он лояльный. И есть самый основной закон, который там написан государственным языком казахской республики является казахский язык. Мероприятия проходили в непринужденной форме. Комитет общественного политических работ и Комитет по развитию языка республики организовал подобные встречи в районах Северного, Центрального и Восточного Казахстана. В форме обычной беседы участники комитетов разбирали вопросы о проблемах казахского языка как государственного. И почему спустя 26 лет со дня принятия закона о языке ничего не изменилось. В чем причина, что 26 лет прошло, но я уверен многие, скажем русскоязычные, остались на таком же уровне знания государственного языка, как в 91-м году, 90-х годов. Что должно делать государство или что не делает государство? Что должно делать Ассамблея народов Казахстана? Что должно делать каждый гражданин? Политологи страны утверждают, что любой человек может выучить иностранный язык всего за три года, согласно закону о лингвистике. Даже приведя примеры образования в школах, где дети изучают казахский язык на протяжении 11 лет, по два, а то и по три раза в неделю. Результат все тот же. Знаете, есть анкета, когда вы заполняете, какой языком вы владеете, мы пишем, скажем, русский, казахский, и только советский человек писал всегда. Немецкий, со словарем. Ну, это можно сказать, я дуб-дуб. Приглашенные преподаватели и ученики в течение всего собрания могли задавать вопросы или же просто высказывать свое мнение об услышанном. Пока что языковой вопрос продолжает оставаться актуальным для нашей страны. Ассель Сузенбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Еще одну мемориальную доску торжественно открыли карагандинские полицейские в память о погибшем сотруднике. Посвященный Александру Истомину, памятный знак расположили прямо на стене дома, где проживал сержант полиции. На торжественное открытие пришли самые близкие коллеги и друзья погибшего. Ежегодно 5 ноября в преддверии Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, отдавших жизнь за наше с вами спокойствие, чтят и Александра Истомина. Минута молчания посвящена памяти погибшего. Сержант полиции прослужил родине всего 6 лет. Александр Истомин принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии. Ему было поручено вести визуальное наблюдение за подозреваемыми в нападении на Банк Валют Транзит. Но пришлось задерживать вооруженных преступников. Во время схватки Александр Истомин получил смертельное ранение. Мы поддержку делаем, ну, сами понимаете, это со стороны ДВД. Мы на праздники приглашаем где-то, материальную помощь оказываем. То есть, как такого, такого фонда нет. Родные и близкие благодарны за установку мемориальной доски. И уверены, что этот символ безграничной преданности делу и родине станет примером молодому поколению. Семье погибшего сотрудники полиции всячески оказывают помощь. Друзья Александра отмечают, что он всегда был сильным и смелым парнем. У него было врожденное чувство справедливости. Своего отличало? Очень веселый человек. По любому поводу у него был анекдот, шутка вообще. В этом плане был очень целеустреленный. Он в милицию устроился, через два года ушел. Организовал спортзал в Абайе на стадионе. Ходили к нему дети заниматься. И потом снова остановился в 97 году в спецназ. Два года там отслужил. На имя министра внутренних дел сотрудники ДВД написали письмо, в котором предлагают наградить Александра Истомина за совершенный подвиг. Диана Рамзанова, Исламбеков-Спан, Александр Сиркидзе, Первый Карагандинский. С июля этого года стартовал новый проект по развитию неправительственных организаций. В них были задействованы четыре региона Казахстана. В рамках данной программы организаторами планируется проведение комплекс тренингов, стажировок и финансирования представленных мини-проектов. О приоритетах данного проекта узнавала Гульза Сахова. Проект начал свою работу с поддержкой ведущего американского правительственного агентства ЮСАИД, который содействует обеспечению социального и экономического благополучия народов Центральной Азии. В данное время проект реализуется с общественной организацией «Береке», представляющей Южно-Казахстанскую область в партнерстве с организацией Карагандинского экоцентра. Вот как мы делим Центральный регион и Южный регион, то получилось 50 НПО сельских в Центральном и 50 НПО в Южном регионе. Из них 10 пошли на второй уровень развития, более продвинутый. Для каждого уровня у нас есть определенный пакет услуг, в который входят тренинги, стажировки, входят консультации, входят небольшие субгранты для реализации. На сегодня проект стартовал в четырех регионах нашей страны. Это Южно-Казахстанская область, Жамбылская, Акмолинская и Карагандинская область. Среди самых эффективных проектов с нашего региона участвуют 37 организаций, из которых отобраны 100 лучших наименований, в которых 80 проектов представляют первый уровень, а 20 из них относятся к второму уровню по оценке организационного развития бизнеса. Мы уже больше 10 лет работаем с неправительственными организациями. За это время успели изучить все основные проблемы их развития. При финансировании международного агентства ЮСАИД теперь у нас есть огромная возможность воплотить в жизнь все начинающие проекты этих же организаций. Деятельность неправительственных организаций сегодня может быть ценным вкладом в решение проблем сельского общества в будущем. В Карагандинской области уже зарегистрировано 1073 организации, из них около 30% неправительственных организаций, которые находятся в сельских районах, а также в городах необластного подчинения. По словам руководителей проекта, в течение трех лет будут проводиться конкретные работы по улучшению качества тех самых сельских организаций. В Караганде стартовал пятый республиканский конкурс эстрадного вокала «Жолдос». Конкурсанты из разных уголков Казахстана покоряли зрителей шахтерской столицы. В состав жюри вошли заслуженные деятели страны Люциета Лешева, Ерлан Кусаин, продюсер Алуа Канарова, певцы Роман Ким и Маржан Раппаева. На сцене Дворца Горняков выступили 26 исполнителей из разных регионов страны. Они демонстрировали вокальные способности перед строгим жюри и болельщиками. Ведь самые талантливые из них попадут в третий тур конкурса. Султан Ахмед приехал из Астаны. Парень верит в свою победу. Я не боюсь никого из жюри. Я покажу себя и думаю, они оценят мой талант. Надеюсь, только на победу. Ребята из Тараза назвали свой квартет «До Стар». Их выступление пришлось по душе зрителям. Костюмы и подача парней выделялись среди конкурсантов. Во всем их внешнем виде сквозил национальный колорит. К слову, исполненная ими песня авторская. Молодые люди написали ее специально для конкурса. Также в их копилке около 15 собственных творений. Выиграем так выиграем. А не получится так не расстроимся. Ведь самое главное для нас – это участие. Тем более, что у всех нас нет профессионального музыкального образования. Однако на нашем счету немало побед. Конкурс продлится три дня. Он посвящен году Ассамблеи народа Казахстана. Уже завтра будет известен победитель. Казахстанская эстрада пополнится еще одной звездой. Аймабрина Исламбек-Оспан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok